Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Важное событие проходит в эти дни по всей стране, ну и, конечно же, в Тверской области, ну и конкретно в областном центре. Какой, вы думаете? Нет, не наибольские праздники, даже не коронавирус, не будем упоминать. Здесь проходит всероссийская перепись. Да, очень важное и очень редкое событие, которое вообще полагается проводить раз в 10 лет. В этом году, так получилось, что оно проходит позже. Об этом мы обо всем поговорим. Хочу представить гостей нашей студии. Это Андрей Гаврилин, заместитель главы администрации Твери. Андрей, добрый день. Добрый день. И господа, которые непосредственно участвуют в переписи. Это Павел Барашкин, контролер по переписным участкам номер 125-126 Твери. Павел, добрый день. Его коллега Ирина Лакайчук, просто переписчик. Добрый день. Вот так вот простая дама, просто перепись занимается непосредственно, работает на земле. Итак, господа, вот правда, действительно, перепись вообще должна проводиться раз в 10 лет. Я понимаю, коронавирус в том году должен проходить. Поэтому проходит спустя 11 лет. Мне вот интересно, а почему такой промежуток? Почему 10 лет? Не 5, не 15? Вот кто-нибудь может задать такой вопрос? Почему? Ну, мы точно... Сложно, да, сказать? То есть это все решено было на федеральном уровне, а нас они особо не информируют. Ну, хорошо. Ладно, допустим, потому что я тоже, знаете, когда перепись, думаю, в каком же году проходил, как-то в четные годы, я так считаю, прикидываю, потом точно думаю, коронавирус и так далее, все ясно. Хорошо, но тоже мне интересно. А 10 лет все-таки большой промежуток, мы знаем, как меняется наше общество быстро, вот, инфраструкционная технология, да и много чего. Вообще, как-то нынешняя перепись отличается от той, что была в 10-м году? Ну, конечно, она отличается в связи с коронавирусом, то есть... Наложил он тут свою лапу. Да, он наложил, да, как бы свои нюансы. Плюс в 10-м переписывались на бумагу. То есть, да, там просто ходили с бумажными бланками переписчики и переписывали. А в 2020 году, ну, в 2021, да, перепись проходит в электронном виде на планшетах, то есть такое первый раз. То есть, такого еще никогда не было. Вот этим, в принципе, такой принципиальный нюанс. Вопрос о цифрах, я смотрю, у вас шарфы, то есть, у вас как, вот, Олимпийские игры у нас сейчас были, они вроде в 21-м году, но нет, Токио 20, то же самое, да, вроде перепись в 21-м году, я вижу, перепись все-таки, она войдет, то есть, в историю, как перепись 20-го года? Да, конечно. Интересно. Ну, хорошо. А тоже, вот, лично я все время думал, что перепись касается только граждан России, то есть, людей, у которых есть дома русские паспорта. Это так, или все-таки она касается не только граждан нашей страны? На самом деле переписываются все люди, которые находятся в данный момент на территории Российской Федерации. Иностранные граждане, в том числе, как мы знаем, у нас на территории страны, ну, и нашего региона, в частности, есть иностранцы, которые находятся здесь по служебной деятельности. Я не имею в виду гастарбайтеров, я имею в виду менеджеров компаний, соответственно, их также перепись коснется. А вот, опять-таки, граждане, условно говоря, Узбекистана, работающие на стройке? Гастарбайтеры, если переписчик увидел людей, работающих где-то, либо проживающих, он обязан их переписать, несмотря на его национальность, вероисповедание, гражданство и так далее. То есть, заходит переписчик, они говорят, здравствуйте, а мы вообще в Бухаре прописаны, ну, мы из Узбекистана. Он все равно их будет опрашивать, если, конечно, они захотят. Да, если они не будут против, он их опросит и запишет данные. Опять-таки, если там вся семья... Причем, как правило, они пугаются, лица, приехавшие к нам из других стран, они пугаются в виде человека. Они думают, вы из ФМС пришли, да? Да, первый ответ сразу, я не иммиграционная служба, я не буду проверять ваши документы, мне нужны только статистические данные. А после этого они соглашаются? Соглашаются, как правило, не все они хорошо разговаривают по-русски, поэтому в семье, но в семье есть, как правило, переводчик, который в состоянии ответить за всех интересующих нас опросов. То есть, просто, опять-таки, принято же считать, что они не любят вообще в целом светиться перед нашим государством, потому что мало ли какие вопросы. То есть, может, он въезжал как плотник, а работает парикмахером и наоборот, может, вообще нелегально уехал и так далее. Те, которые прям очень сильно боятся, они просто не открывают двери. А, вот так? Да. А как ты понимаешь, что двери не открыли? Может, там кто-то и нет никого? Ну, есть признаки, да, когда видно движение, глазок, когда в любом случае слышно движение около двери, и это не животное. Но все равно человек ходит, звуки сдает определенные. Свет горит. Да, то есть, есть признаки, по которым можно сделать выводы о том, что квартира жила, и непосредственно сейчас в ней кто-то находится. То есть, верно, я вас понимаю, что цель переписи именно все узнать, ну, все, что нужно по целям переписи, не только в отношении граждан России, но в целом в отношении всех, кто живет в нашей стране. Мы делаем фактически срез по факту, неважно, прописаны, зарегистрированы, приехали в гости на долгое время без каких-либо там документов. Мы описываем здесь и сейчас. Слушайте, ну мне тогда интересно, хорошо, человек приехал в гости из Петербурга в Тверь к товарищу, он принимает участие в переписи, через два дня уехал к себе в Петербург, к нему там стучаться, а он что? Если человек переписывается у нас здесь, и мы указываем его место жительства фактическое в переписи, и выдаем ему удостоверение о том, что он прошел перепись, либо изначально, в начальном этапе выясняем, будет ли он переписываться по месту своей регистрации, то есть, если это краткосрочная поездка, понятно, что месяца достаточно того, чтобы вернуться обратно домой и переписаться там, либо переписаться на госуслугах. Поэтому это в диалоге с человеком решается, каким образом он будет переписываться. То есть, он все-таки здесь в Твери переписался, вы ему даете какое-то удостоверение? Да. А что это за удостоверение? Удостоверение о том, что гражданин, указывается его фамилия, может, что прошел перепись. Нет, это обычная бумажка, обычная бумажка, что человек прошел перепись, и все. И в Петербург, когда к нему приходят, он говорит, а вот смотрите. Он показывает ее, что да, я прошел перепись в Твери. А говоря об удостоверениях вообще, а как должен выглядеть переписчик? Вот как вы сейчас? Нет, ну не совсем так. У нас еще есть голубые жилетки, шарфы. У вас не примут за сотрудников транспорта? Вот, и бейджики. То есть, на все симфоники можно показать? На бейджике номер удостоверения, фамилия, имя, отчество, должность и территория работы. Голограмма. Голограмма, да, именно. А какой-то телефон? Нет, телефонов нет. Просто знаете, как вот тоже я к чему? Сейчас времена такие, люди боятся всяких мошенников, преступников и так далее. Удостоверение действительно только при наличии паспорта. Да, потому что на паспорте фотографии нету, поэтому только при наличии паспорта. А хорошо, а может человек все-таки тут же может быть куда-то позвонить, позвонить, здравствуйте, а к нам должны прийти, вот, к примеру, Ирина Лакайчук? Это как-то можно проверить по телефону? Ну, есть же телефоны Росстата, вот, конечно. А где они есть? На сайте Росстата. Открывает бабушка, которую в интернете несут ногой. При этом бабушка запугана нынешними временами, она, ну, сами понимаете, боится. Приходят люди, мы переписчики. Нет никого городского, может быть, телефона, куда можно быстро позвонить, сказать? Есть городской телефон, это телефон нашей городской администрации. То есть, если необходимо на память, вам сейчас не скажем. Ну, хорошо, да. То есть, можно в город администрацию позвонить? Да, есть телефоны, которые касаются чрезвычайных ситуаций, можно туда позвонить. Они подскажут телефон Росстата. То есть, грубо говоря, в полицию можно позвонить? Можно позвонить в полицию. Все знают, телефон полиции 02. Дораз к вам пришла, вот, опять-таки, обаятная женщина представляется переписчиком. И полиция поможет? Подскажет телефон Росстата, по которому можно выяснить, тот это человек или не тот. Этот телефон всегда работает, видите, переписчики, я понимаю, выходят по вечерам в том числе. Да, с 9 утра и до 21 вечера каждый день, в том числе и выходные. То есть, вы работаете в режиме от 7 дней в неделю? Да, у нас выходных дней нету, да. Мы сейчас уходим на рекламу, потом продолжим говорить о всероссийской переписи, которая проходит в нашей стране, в том числе в Тверской области, в Твери, именно в эти дни реклама. Мы снова в эфире программа «Тема дня». Мы говорим о всероссийской переписи, которая проходит в эти дни. До рекламы говорили о том, как должен выглядеть переписчик. Но мне все-таки хочется задать еще один вопрос. Важная, еще раз говорю, ситуация такая, 21 век, не все спокойно. А что должно насторожить горожан в внешнем облике, еще в каких-то, может, документах, в каких-то словах, которые говорят переписчики? Во-первых, переписчик сам никогда не пройдет в квартиру и не будет требовать зайти на порог. То есть, переписчик стоит за пределами квартиры и может зайти только если его пригласили. Вообще, в идеале, сейчас по нашей ситуации с коронавирусом, мы стараемся не заходить в квартиры к людям и не преследуем такой цели. Обратите внимание, уважаемые телезрители, переписчик не должен ломиться к вам в квартиру, упустить меня непременно. У вас есть полное право совершить акт переписи на лестничной площадке. На лестничной площадке, даже через закрытую дверь, если человеку комфортно общаться на повышенных тонах. Бывают такие случаи, кто-то в самоизоляции, кто-то просто боится, но хочет проявить гражданскую позицию. Поэтому мы переписываем и через закрытую дверь, если позволяет слышать ответы человеку. Через приоткрытую, на цепочке. Через приоткрытую, ну, способы разные, да. По телефонам, по телефонам переписываем. А опять-таки, на дворе времена, когда у всех домофоны. А если, кстати, как проходят люди в подъезда ваших сотрудников? По-разному. Либо с проходящими мимо жильцами, либо беспокоя кого-то из жильцов по домофону, или есть возможность с помощью управляющих компаний ключи домофонные брать. Это тоже к вопросу. Это, конечно, облегчает работу, потому что беспокоит людей, которые, может быть, уже прошли перепись, но они дома, да. Не всегда удобно. Ну, это тоже, возвращаясь к вопросу, что таким образом не только через полицию, но и через управляющую компанию можно выяснить, ходят ли переписчики. Верно я понимаю? Да, конечно. Совершенно правильно. Да, на нашем участке как раз именно в эти дни проходят. Тоже, уважаемые граждане, если вас все-таки беспокоит ваша безопасность, это важный момент, вы можете позвонить в управляющую компанию, спросить, ходят ли действительно переписчики. А вот возвращаясь к домофону, а человек скажет, не пущу в подъезд, давайте по домофону. Если ему комфортно, ради бога. Перепишем по домофону. Переперщем по домофону. Просто человек сообщает определенного рода свою личную информацию, если ему комфортно, что это может услышать кто-то из прохожих, то, собственно, нас это не смущает нисколько. Да, и он же должен удостовериться, все-таки по домофону с ним разговаривает переписчик. Или не переписчик, да. По домофону у нас еще не было, насколько я знаю, что у нас на все улице. Но есть, конечно, видео-домофоны. По такому домофону можно удостовериться, что с вами разговаривает действительно переписчик. У нас такие есть видео-домофоны. У нас современные жилищные комплексы на некоторых домах есть. А вообще, что собой представляет перепись, сколько вопросов задается? В переписи порядка... Может, Талмуд на 500 вопросов, и просто граждане, можно сказать, товарищи. Вот, 33 вопроса. Город администрация все знает. Да, 33 вопроса. 23 касается непосредственно человека, его семьи, его образования. Есть вопросы, касающиеся источников доходов. Но они не носят персональный характер. То есть, там среди вопросов присутствует, имеете ли вы оплачиваемую работу сегодня, или, может быть, вы получаете пенсию. И представлен целый перечень пунктов, где можно простоять галочки. Те, кто переписывался на госуслугах, они знают, они видели эту анкету. И у переписчика в планшете точно такая же анкета. И 10 вопросов, которые касаются жилья. Количество комнат, материалы стен, год постройки. Вот, отдельный блок, кстати, это особенность нынешней переписи, посвящен как раз нашим жилищным условиям. Это каким? Тепло ли у вас дома? Нет. Сколько комнат у вас? Какая площадь квартиры? То есть, централизованное или индивидуальное отопление. Вот такие характеристики. Каким образом вывозится мусор? Потому что у нас есть районы в городе, где приезжают машины, люди вот стоят, ждут определенное время, чтобы выкинуть свой пакет с мусором. Даже такое есть. Наш век цифровизации информационных технологий. То есть, благодаря переписи прижучит нейродивые компании, которые плохо вывозят мусор таким образом? Нет. Частный сектор таким образом организован. Цель-то переписи как раз-таки не в том, чтобы кого-то прижучить. Часто задают вопрос, для чего вообще проходит перепись. Все все время, знаете, просто Андрей уверен, основная ее цель, посчитать, сколько у нас людей живет. Вот это, ну, из покон веков, я уверен, спросите граждан, скажут, ну, чтобы знать, сколько миллионов живет в России. Да, этот ответ, он лежит на поверхности. Но он не единственный. На самом деле, есть и другие задачи у переписи. Это необходимо уточнить те данные, которые имеются у государства. Ну, скажем, вот опять же, возвращаясь к жилью, количество аварийных жилых домов. Или уже приближающихся, да, к этапу, когда их можно будет признавать аварийными. Или количество людей, проживающих в стесненных условиях. Да, такая информация уникальная на самом деле. Разве у управляющих компаний не должно быть информации у старших по дому, по подъезду? Но дело в том, что обобщить ее на уровне города, региона или страны достаточно тяжело. А перепись, она позволяет за месяц собрать эту информацию по всей стране. Одномоментный средство информации. И в обезличенном виде ее получить как статистический набор цифр. И уже с этими цифрами дальше работать, например, для чего? Разработав какие-то изменения в законодательстве, касающиеся улучшения жилищных условий. Дополнительные стимулы создать для строителей или, может быть, для граждан. Опять-таки программа газификации странная тоже. В переписи есть вопрос, есть ли газ или нет газа. Соответственно, можно сделать выводы. А Газпром этого не знает, наш любимый. Ну, здесь, видите, тоже сталкиваются разные пласты информации. Когда у Газпрома своя информация, строение есть. Да у всех есть. Да у Германии гонят, да? Строение есть зарегистрированные, есть незарегистрированные. То есть, да, здесь получается сложно получение. И еще что важно, вот десятилетний период, это действительно очень большой срок. За 10 лет было очень много программ всевозможных, денег государственных было потрачено. И можно посмотреть динамику, что изменилось, в какую сторону, в лучшую, в худшую, да? Сколько еще осталось людей с нерешенными проблемами? Вот такие как бы макространовые на всю страну, такие вот задачи стоят. Потом вы говорите управляющей компанией, сведения по зарегистрированным жильцам. А сколько у нас жильцов не зарегистрировано? Или проживает не там, где зарегистрировано? И вот понять, насколько уплотненно живут люди, фактически живут, а не на бумаге, именно позволяет перепись населения. Вряд ли таджики, которые живут 15 человек в однушке, вам это скажут. А у права дома, что я никогда не должна знать, что живут 15 человек. Хорошо, но вот, Андрей, вы сказали, что вот такие, назвали такие моменты, критерии, к примеру, как материал стен, но не все же люди знают материал стен, из которых допустим построить дома. Ничего страшного. Если нет ответа на вопрос, соответственно, просто не отвечается. И все равно считается, что ты прошел перепись. Есть такие случаи, когда человек просто не знает. Перепись позволяет на определенного рода вопроса не отвечать, если человеку некомфортно на них отвечать. На определенную или есть, на которые надо ответить? Есть, на которые надо. А расскажите, это какие? Ну, в первую очередь, имя человека. Не обязательно говорить фамилиями отчества полностью. То есть, если человеку комфортно просто обозначить свое имя, это тоже допускается. В переписи невозможно обойти вопрос про год рождения. Не обязательно полностью дату называть, если человеку некомфортно свои персональные данные разглашать, но именно статистическое важное имеет значение год рождения человека. Поэтому это дано. Для женщин, наоборот, они скорее назовут дату, но не год. Национальность тоже. Каждый человек свою национальность определяет самостоятельно, поэтому не факт, что гражданство человека соответствует его внутренним убеждениям и его пониманию того, какой национальности он... То есть, он может сказать, даже свою ненастоящую национальность? Да. Он может быть гражданином России, но считать себя по национальности кем-то другим. Вот откуда у нас потом по итогам переписи хоббиты появляются, джедаи, да? Ну да. А если человек скажет хоббит, вы обязаны это внести? Да, мы обязаны это внести, да. Гномы, да. Гоблины, гоблины какие-нибудь. У нас, по крайней мере, не было на наших переписных участках. А все-таки тоже гражданам, я думаю, интересно будет хорошо. То есть, верно, мы все понимаем, что таким образом гражданину не нужно показывать свой паспорт. Нет, переписчик никогда не спросит документы ни на жилье, ни на персональные документы. Вся перепись идет, в принципе, вся перепись во всем мире построена исключительно на принципе добровольности и предоставления сведений. Что еще не должен спрашивать переписчик? Опять-таки, это к вопросу о безопасности. Что должно осторожить граждан, когда вдруг что-то начинает от него допытываться такое? Что еще, кроме вот, соответственно, фамилии, да, и так далее? Допустим, зарплата. Вот хотелось бы развеяться. Самый основной миф, чего боятся люди, переписчик не спрашивает размер зарплаты. Интересует исключительно источник дохода. Заработная плата, пенсия, пособие, да. Все. То есть, вот как звучит вопрос, ваш источник дохода, да? Да, и варианты, пенсия, зарплата, пособие. Если человек выбирает несколько источников доходов, тогда возникает следующий вопрос, какой из источников доходов человек для себя считает, сам для себя определяет как основной. То есть, опять-таки, только на усмотрение человека, не спрашиваем по размеру, по стабильности, тоже человек сам оценивает. А род деятельности, кем работаете? Да, тоже. Наемный работник, предприниматель. То есть, конкретно профессии? Самозанятый. Профессии нет. Нет, профессии нет. Он может сказать каменщик, да? Да. Да, сам. Это не учтется. Да, и все равно это не учтется. Ну, вы его наводите, потому что, ну, вот меня спросили, я тоже подумал, что вы имеете в виду, конкретную профессию или что? То есть, переписчик подскажет человеку, что можно ответить? Да, варианты ответа озвучиваются, если нужно пояснить их, они поясняются, что имеется в виду. Ну, это хорошо, то есть, получается, так лояльно довольно гражданам, потому что, ну, не все вопросы, можно сразу понять, что требуется, какой ответ. И, скажите, вот, я проходил перепись на госуслугах. Вы прошли уже? Да, я прошел. У меня проблем не возникло. Где проще пройти перепись, на госуслугах или в разговоре с переписчиком? Вы знаете, у каждого человека свой уровень образования и свои познания компьютерные. Кому-то проще сказать вслух, и кто-то запишет эту информацию, кому-то проще в силу своей занятости быстро сделать это на компьютере. Честно говоря, я проходила на госуслугах сама, но мне показалось, что, когда я переписываю людей, я это делаю быстрее, чем на компьютере. То есть, вопрос работы интернета. Я думаю, вопрос работы госуслуг, потому что к ним много бретензий, что сайт, что называется, кривой. Вот, и поэтому, наверное, я тоже не удивлюсь, что гражданам будет проще поговорить с жилыми людьми. Ну, раньше переписаться у переписчика, это будет гораздо быстрее. Я могу задать уточняющий вопрос, если тебе что-то непонятно, даже в общении, в данном случае, в плюсе, чем когда ты видишь только цифры и буквы на компьютере. Ну, вот статистика, которую я знаю, да, как идет перепись. Процентов 15-20 у нас переписывается с помощью госуслуг, а все остальные вживую. А вариант 2. Госуслуги вживую. Есть еще один вариант. Стационарный участок, либо МФЦ. Что значит, вот всем опять интересно, где такой участок находится? Какой стационарный участок? Ну, стационарные участки, это, как правило, они находятся в школах, рядом с этими, ну, там, школами. То есть те же места, что выборы. Да, да, на избирательных участках. Большей частью, да. Привязаны к избирательным участкам они. То есть гражданин, и они тоже работают до 9. Да, до 9. И без выходных. Ну, вот нас сейчас смотрят люди, человек, ой, в школу мне же днем некогда, я работаю. Человек, то есть может сегодня пойти после работы, задерживаться в 8 вечера, проходя мимо школы, на районе, как говорит молодежь, зайти, и там должен работать участок. Да, там есть вывешено расписание, можно посмотреть расписание. У меня даже вывешен мой мобильный телефон рабочий. Даже так? Да, так что, если даже участок закрыт по каким-то там форс-мажорным обстоятельствам, да, потому что мне тоже, может, надо куда-то уйти, там, какие-то вопросы там порешать, там, с переписчиком, может, какие-то скандалы у кого-то. То есть я тоже должен выйти с участка и сходить на территорию. У нас в городе 60 адресов, где расположены вот эти участки. Помимо школ, у которых у нас 53, где это еще получается? Нет, в школах, конкретно адреса. У нас школ уже не 60. Да, у нас есть еще дома культуры, но надо сказать, что не в каждом из этих объектов расположен такой участок. У нас даже некоторые участки расположены в администрациях районов. Но таблички висят на входе в ДК. У нас есть стационарный пункт? Такая информация есть. И те, кто владеет интернетом, ее может посмотреть на сайте Росстата. Опять же, она в табличном форуме представлена. На этих участках находятся контролеры, иногда-то находятся переписчики. Но если контролер по каким-то причинам покинул участок, ну, бывает по роду деятельности, надо отойти для решения вопроса какого-то, то там есть телефон, либо время, в которое он появится. Соответственно, вот такая ситуация. Надо сказать, что не очень много людей, видимо, из-за того, что сейчас у нас ограничения, связанные с коронавирусом, посещают эти участки 1%. А вот сразу вопрос, а что, QR-код нужен или что? Нет, ничего не нужно, кроме маски. А документы? Тоже документы, тоже не нужны. Важный момент. Ой, я паспорт забыл. Не страшно, не тренируется. Проходя мимо родной школы, можно зайти в кое-то века, сейчас не пускай просто, и наконец попасть в свою родную маму. Но я, как это может быть относительно молодой человек, я все-таки рекомендую всем воспользоваться госуслугами. Это проще всего. Ну вот Ирина сказала, что уточняющий вопрос, вот вы сразу все поняли? По каждому пункту что требуется? Знаете, заполняя первую строчку, я увидел, скажем так, всплывающее окно, и я его изучил, понял, что это не моя ошибка, а просто как дополнительное разъяснение для меня, и дальше у меня проблем не возникло. И в госуслугах есть такой удобный момент, он позволяет приостановить прохождение переписи, скажем так, и вернуться к ней, когда тебе удобно, хоть на следующий день. Как шахматная партия. Да, совершенно верно. А зачем так сделано? Вдруг человеку встал некогда, да, допустим? Да. Молоко убегает. Я решил что-то уточнить в кого-то, посоветоваться. Там же есть вопрос про площадь твоей квартиры. Ты убежал с рулеткой? Да, я очень хочу, значит, записать, но не знаю, какая у меня площадь. Я пошел уточнять. И целый день уточнял. Потом вернулся, вбил и продолжил. Целый день ком, ты считаешь, в квартире? Причем перепись на госуслугах позволяет доуточнить свои данные вплоть до самого последнего дня переписи. То есть можно зайти в свою анкету и что-то изменить, откорректировать на свое усмотрение до того момента, пока не прекратится перепись населения. Все-таки я не эльф, а гоблин, да? Передумаю. Ну хорошо, хотелось бы надеяться, просто правда, я почему госуслугам так, ну, несколько цепляюсь, но жалуются люди, обращаясь по другим моментам, это все-таки переписи, хочется как-то, чтобы людям все было понятно. А если действительно все-таки, вот я вижу, Андрей, вы принесли, зайди на госуслуги. Прям как это, а ты вступил в Красную армию. Вот, я к чему? Ну, а если все-таки, ну, затык, что у нас произошел на госуслуг, можно потом как-то позвонить или в пассивном порядке дожидаться, когда придут? Нет, все-таки я вот с Ириной пообщаюсь. Вот так вот, к примеру. Не понимаю, человек, ну, на середине все, абзац, допустим, он подумал, сходил, измерил квартиру, не получилось, еще там что-то. Можно как-то, нет, хочу вот вживую. В принципе, это возможно, и даже когда мы встречаемся с людьми, ну, по какой-то причине нам не дошла еще информация, ну, буквально полчаса назад человек переписался, да, до нас еще не дошла информация о том, что он это сделал на госуслугах, мы можем провести перепись через планшет с помощью планшета. И даже когда уже до нас дошла информация, мы какие-то вопросы можем уточнить и дополнить его анкету. А планшет, то есть опять к вопросу, вы не ходите больше? Нет, мы, слава богу, не ходим больше ни с какими бумагами, почтальонами не работаем. У нас, нам всем выданы планшеты, в которых загружены карты с информацией по квартирам, по домам, каждый по своему участку, где мы можем ставить свои отметки по ходу переписи, отмечать, кто прошел, кто прошел на госуслугах, кто прошел на стационарном участке. Эта информация подгружается ежедневно. Но, кстати, все-таки, если я пришел на стационарный участок, и я не хочу, чтобы меня переписывали с помощью планшета, есть бумажные бланки. Все-таки есть. Есть, они существуют, да. Есть, да, но это, скорее всего, для аварийного режима. Если планшет сел или нет интернета, то есть нет возможности переписать на планшет, тогда это уже, считаю, больше в аварийном режиме. Вы с собой, получается, носите. Да, есть комплекты бумажные. Дежурный комплект. Да, дежурный комплект. Тогда переходим на бумажный вариант. Как правило, один-два комплекта. То есть у нас, так хотите сказать, безупречно работает интернет? Ну, слава богу, да, мы все-таки в Твери живем. Я знаю, что я все-таки в Твери живем, поэтому я и спрашиваю. Поверьте мне, интернет даже в обл. администрации может не работать вдруг. Это я вам сразу говорю. И не только. Поэтому я к чему и спрашиваю, что интернет у нас далеко не так хорошо работает, как об этом рекламируют там всякие сотовые компании. Давайте 5G, будь, блин, кино. Какое кино? Тут просто Яндекс нам нужно открыть. То есть все-таки вы носите вопрос. У нас все-таки, слава богу, нормально с этим. Да, у нас хорошие новые дома, жилищные комплексы. Да, поэтому у нас с этим проблем нету, слава богу. Нет, действительно, сотовая связь у нас местами барахлит. Конечно, я в чем спрашиваю. Но эти вопросы, они не были препятствием для того, чтобы кого-то переписать. То есть не работает планшет, то есть бумажный бланк и работает... Да, и в аварийном режиме, да, переходим на бумажные бланки. Это к вопросу, когда я вначале спросил, а чем нынешняя перепись отличается от 2010 года, когда, как вы сказали, наверное, вы были, ваши коллеги, похожи на почтальонов, под конец миссии. Да, да. А теперь все не так. Кстати, а тоже какая-то задача ставится перед вами, что человек выходит. У вас из скольки начинаете работать? Если с 9, то что где-нибудь? 8.30, да, или как? Как работают переписчики? Переписчики работают в каждом самом участке. Такие графики себе ставят сами. То есть, допустим, у меня участок там в основном проживает молодое население, работоспособное. Соответственно, ловить их в 9 утра бесполезно. Поэтому основной упор идет на вечернее время, когда люди возвращаются с работы. То есть начальство вам не ставит задачу? Локачуп, ты почему-то с пор дома чай кьешь, да, ну-ка, в поле быстро. Нет такого, вы сами решаете. А норму какую-то перед вами ставят? Да, нормы есть. Каждый переписчик в среднем должен переписать за все время 550 человек. А в день нет такого? В день нету, да. То есть каждый работает, сам себе ставит график, да. А если не выполнит норму? Ну, будем надеяться, что выполнит. Пока у нас все выполняют норму. Дело в том, что я, насколько знаю, если ты пришел один раз и человека дома не застал, то через какое-то время переписчик возвращается и делает попытку снова и снова застать человека. Да, то есть надо приходить в другой день, в другое время, то есть менять графики. Так же можно оставлять, у нас есть листовочки, да, что уважаемые жильцы, там уже неоднократно прихожу к вам и не могу вас застать дома, просьба прийти либо на стационарный участок, и там указывается адрес стационарного участка и телефон, либо проголосовать на госуслугах. Не проголосовать, а, переписаться на госуслугах, то есть там это прям госуслуги уже пропечатаны в самой листовке. А такая практика, знаете, вот у управляющей компании, что завтра будут проводиться работы и так далее, тоже вы не практикуете, что там, ну там, какого там, не знаю, 10 ноября, там, 17.00 в вашем доме будет проходить переписчик, чтобы люди опять-таки не пугали, чтобы были как-то готовы морально и так далее. Но она же проводится целый месяц. Не, я понимаю, но вы думаете, вот реально весь город знает, что переписи проходят, я не уверен. Ну, во-первых, у нас на участках, да, есть, у каждой управляющей компании сейчас есть группы в соцсетях. Вот, хотелось бы мне тоже про это сказать, да. То есть у нас, я прошел по всем директорам управляющих компаний своих, вот, хотелось бы выразить слова благодарности директорам управляющих компаний, это директор Мамулина 2, Пентюков Денис Николаевич и главный инженер Кузьмин Александр Анатольевич, директор управляющей компании Брусилова Насибулина Андрей Вафович и директор управляющей компании квартала Твери Стрельникову Сергею Игоревичу. То есть они оказали содействие, вот, помогли во всем, в чем я их попросил. Значит, я их попросил разместить в свои, то есть объявления о проведении переписи в группах в своих социальных сетях, вот, то есть эти объявления были размещены, то есть там было указано, с какого по какое время проводится перепись, когда работают переписчики, как опознать переписчика и, соответственно, какими способами можно переписаться. То есть три способа, либо дождаться переписчика, либо переписаться на госуслугах, либо сходить на стационарный участок и в МФЦ. То есть все это было размещено у них в группах, то есть люди, то есть могли, могут смотреть в Брусилово, там, 5 тысяч с лишним участников группы, то есть это сразу такой шикарный ресурс, охват сразу большой. Также были размещены, был размещен позитивный ролик, там на 2,5 минуты. Есть такой, да, переписчик, герой нашего времени, будьте добрее с переписчиками. Такой веселый, интересный ролик. Вот, а также еще разместили листовки на всех своих информационных стендах. Бумажные именно. Да, бумажные, тоже хорошие стенды у всех, внутри подъездов, закрытые, за стеклом. Что проходит перепись? Да, да, проходит перепись, ее никто не сорвет, никто не заклеит рекламой. То есть это тоже очень такой большой ресурс, то есть люди видят. Вот, в Брусилово разместили прям даже на стеклянных дверях, в холлах на первом этаже есть карманы. То есть человек никак мимо не пройдет. То есть он заходит и сразу прям вот упирается носом в эту листовку. То есть если мимо стенда кто-то может пройти, то тут уже никак не пройдешь, да. И при том еще их сделали двухсторонними, то есть человек ее видит и при входе в дом, и при выходе из дома. Вот такая вот помощь. Андрей, а город, администрация в целом, вот какую организационную роль оказала помощь, опять-таки, может к вам обращались в том числе. То есть одно дело, когда вы сами решили провести комплекс мероприятий, а может кто-то обращался, а можно еще вот это сделать, допустим? Конечно. Вот если были такие вопросы, которые касаются информирования. Например, у нас есть, опять же, сети у родителей, которые посещают наши школы. То есть мы тоже там размещали такую информацию, что напоминаем всем о проходящей переписи. Дело в том, что несмотря на все каналы информирования, еще действительно кто-то, может быть, и не слышал о том, что проходит перепись. Был в командировке, или в больнице лежал, или еще что-то. И поэтому вот постоянно информация должна обновляться. Мы это делаем. Плюс ко всему, сама перепись готовилась целый год. И мы, как орган власти, как раз подбирали совместно с Росстатом переписные участки, организовывали их. Потом мы осуществляли договоры по обеспечению наших переписчиков сотовой связью, транспортными услугами. То есть именно телефонами? Да. Сим-картами, которые как бы они вставляют свои телефоны и пользуются ими, входит в свою работу. Всех обеспечили или как по заявкам? Всех. Даже вот так вот. Всех. Это государственная была задача, и этим занимался не только город Тверь, а все муниципальные образования у Российской Федерации. А вот чисто по Твере интересно много пришлось вот этот телефон. Сколько у нас переписчиков? У нас переписчиков 825 человек. Да. С точностью до человека. Да, да, да. Ну, хорошо. А вот машины имеется в виду что? Это служба такси, которая закреплена за конкретными переписными участками, и по мере необходимости их вызывают, и они перевозят либо документы, либо персонал переписной. А что нужно переписчику показать, чтобы таксист понял, что... Ничего не надо показывать. Здравствуйте, я переписчик. Они знают, что они закреплены за теми или иными переписными участками. И отказать не имеют права? Не имеют права. У них есть договор. Хорошо, на самом деле, потому что, я думаю, если, ну, есть же районы, где приходится изрядно поездить. Одно дело в Брусилу, там сразу вот высота. Да, или частный сектор, который надо обойти. Конечно, это совсем другое уже. При том, что переписчик может быть не обязательно из того района, правильно? Или как? Где ему предстоит работать? Ну, когда человеку предлагают участки, конечно, он пытается подобрать что-то поближе к дому, но если есть обратные случаи, к нам приезжают с другого конца города переписчики, то есть их желание. И они как раз могут воспользоваться такси? Да, для того, чтобы приехать на свой участок. Наши люди на переписи на такси ездят. Ну, хорошо, а случаи-то какие-нибудь вообще интересные происходят? Или все рутина, банально, здравствуйте? Нет, ну, вы знаете, работа с людьми, она всегда интересная. Все мы разные к разным жизненным ситуациям, отношение у всех свое, поэтому тема интереснее, работать с людьми. Много разных случаев было и много открытий в этой переписи. Чудных, да. Например, на дни школьных каникул у меня ребенок, школьник, подрядился со мной ходить. Ну, ему было интересно, что это такое, где пропадает мама вечерами. Выяснили, что некоторые люди охотнее открывают дверь, видя на площадке ребенка. Причем, ну, они об этом сами говорили. То есть, если бы не ребенок, мы бы вам не открыли. Вы уже два раза приходили, мы бы вам не открывали. Если бы не ребенок, мы бы не открыли. Мы боимся. А с ребенком не боимся. Ну, вот какая-то такая логика. И вы теперь седать не ходите? Нет, я детский труд не использую, он сейчас учится в школе. Ну, вот таким образом мы тоже определенную часть людей переписали с ним вместе. Потом, что еще? Ну, а вот интересные ответы, пресловутые, упомянутые нашими эльфами, не знаю, там, или это место жительства Марса. Нет, с эльфами не встречались, с марсианами тоже как-то все-таки, если люди открывают, они настроены на нормальный диалог, на конкретный ответ на поставленный вопрос. Что называется, не прикалываются. У меня есть интересный случай, но он связан с маской. У всех переписчиков есть многоразовые маски с логотипом. Опять, тебе обязаны непременно иметь? Да, конечно, конечно, мы должны соблюдать правила безопасности. Все должны ходить с масками, перчатками, маски тоже брендированные. Да, брендированные, да. Вот, и я такую одну масочку дал своему другу брендированную. Он пришел... Ну да, просто так, да, в подарок, на память. Вот, он пришел домой с этой маской и говорит там своим родным. Вот видите, я в МФЦ переписался, и мне дали вот такую многоразовую маску с логотипом всероссийской переписи. Они говорят, да ты что, мы завтра тоже пойдем, мы тоже хотим такую маску. Вот, приходят в МФЦ, там жена, теща, там пришли вдвоем, еще детей переписали со слов. И сидят ждут. Говорят, ну все, спасибо, вы перепись прошли. До свидания. Как до свидания? А где маски с логотипом всероссийской переписи населения? Как, какие маски? У нас муж переписался, ему дали маску. Вот, там начали... Вот так слухи рождают. Ну, даже приходят еще раз, мы его еще раз перепишем. Там достают из кармана, там какую-то помятую, там обычную. Они говорят, зачем нам, не надо такую, у нас у самих такие есть. В общем, начали начальству звонить. Тут у нас какие-то маски спрашивают брендированные. У нас их нету, что нам делать? Ну, в общем, вот так вот. Вот такая вот интересная история. Жильцы иногда дают интересную обратную связь. То есть мы, когда проходим, не заставим человека дома, уже Павел сказал, что оставляем уведомления о том, что были вот у вас такие варианты для переписи. Иногда, проходя в очередной обход по квартирно, встречаешься с тем, что люди распечатывают QR-код и клеят его себе на две. Амулет, оберег от переписчика. Это, конечно, не обязательно, но такая своеобразная обратная связь, чтобы мы ваше уведомление получили. Вот ответ. Переписались на госуслугу. У меня тоже был случай, я просто знаю от знакомого. Он, переписавшись на госуслугах и получив QR-код, почему-то решил, что с этим QR-кодом надо идти в Росстат и там его предъявить. Ну, я ему объяснял, что этого не требуется, действительно. Этого не требуется. Нет, конечно. Ну, что QR-код считают и все по нему сразу поймут, да? Да. Все говорят. Скажите, а вообще, а где сложнее работать? Частный сектор, пятиэтажки, вот эти высотные микрорайоны? Конечно же, конечно же, частный сектор. Это работа под открытым небом, на улице, тем более сейчас осень, дождь, холод, грязь, темнота. Работа в основном по вечерам, когда люди все дома, где-то после пяти, после шести, а это уже темень, грязь, поэтому холод, ветер, дождь. Или в многоэтажке, там ты ходишь по подъезду, тепло, светло, чисто, не мочит. Частный сектор – это самая тяжелая работа. Да еще не достучишься там через заборы, ни до кого не докричишься, звонков нет. Заборы далеко от дома, стучать по забору бесполезно, и очень сложно именно выйти на контакт с человеком. То есть, я понимаю, что в частном секторе, ну, скажем так, чаще приходится возвращаться, не сомно хлебавшие? Да. А опять-таки, там не практикуется тоже расклеивание, но объявление «Здравствуйте, завтра к вам будут приходить». Ну, там даже если вы расклеишь, или дождь намочит, оно отвалится, или ветер унесет на другой конец города. Поэтому это все очень, очень сложно. Да, и вот поэтому у нас пока еще не 100% людей поучаствовали в переписи. У нас перепись закончится 14 ноября, в это воскресенье. Поэтому у нас еще есть небольшое количество дней, чтобы все-таки переписаться. И если по каким-то причинам не хочу я общаться с переписчиком, не хочу идти на стационарный пункт, ну, у меня есть возможность воспользоваться госуслугами. Если даже я, скажем так, затрудняюсь, я могу попросить соседа или своего родственника, он мне поможет. Госуслуги, на мой взгляд, самый простой способ пройти перепись. Это первое обращение к жителям частного секта. Да. И один человек может переписать... Всю семью. Всю свою семью, которая проживает вместе с ним. Вот тоже интересный момент. Это как? Это всех людей удивляет. То есть приходите вы, дома только отец или сын. Да. И с его слов можно переписать всю семью, конечно. И так же и на госуслугах. Не надо каждому иметь доступ к госуслугам. Достаточно одного члена семьи, чтобы был доступ к госуслугам. Он переписывает всех членов своего семейства. Вот тоже это интересный момент. То есть как? Вот человек переписал себя, потом надо куда-то там кликнуть, что теперь жена или кто? Изначально перепись и в планшетах, и на госуслугах построена так, что человек изначально создает список людей, которых он будет переписывать. То есть он сам создает? По именам, по фамилиям. Он указывает их количество, и каждого из них как-то обозначают, как ему комфортно. По имени, по имени отчеству, полностью фамилиями отчества. И далее уже устанавливает степень родства. Тоже для статистики, для понимания, кто кому кем приходится. И отвечает на вопросы по каждому члену семьи. Мама, папа, муж, жена, регион. Ну, как правило, кто из людей переписывает, он себя записан первым, и уже все остальные родственники, кем приходится ему, указывается. То есть дети, родители, братья, сестры. А если семья большая, 20 человек, всех 20 можно переписать? Да, всех 20. Главное не запутаться в родстве, да, кто к кому кем приходится. Вы опять про таджиков и узбеков. Кстати, зря. У нас очень много многодетных русских семей. Как приятно слышать. Особенно губернатор у нас за это особенно радеет. Поэтому Игорь Михайлович, думаю, очень приятно. Я поддержил, у нас количество многодетных растет. Да. И причем живут они в условиях, то есть приходя в двухкомнатную квартиру, то иногда они рассчитывают, что там может быть 4 ребенка, а там их есть 4, иногда даже и 5. Как они помещаются, это, конечно, отдельная история. И вот одна из задач, как раз выявить и такие случаи. Ну, это вот приятное известие. Такие, скажите, вот Андрей тоже, а может быть у вас есть же данные, сколько тверичан приняли участие? Хотя бы приблизительно. Приблизительно по состоянию на сегодня около 80%. Уже? Да. Вы довольны, как власти? Нет. Даже нет? Нам нужно переписать всех. Ну, подождите, а есть данные, сколько тверичан приняли участие 10 лет назад в переписи? 11? 100%. Да неужели? Да. С небольшой погрешностью. Ну, понятно, да. Я, честно говоря, был уверен, что статистика при голосовании. Нет, дело в том, что на самом деле по итогам переписи может переписаться и больше 100%. А это как раз и задача переписи, выявить там конкретное количество людей, проживающих на территории, выявить точное число, потому что происходят все время миграционные процессы. Кто-то приезжает на учебу, кто-то приезжает на работу. И оценить, сколько людей живет в данный момент на территории города, это очень тяжело. Вот перепись как раз она позволит. То есть, в том числе и вы получаете в итоге данные, какого на самом деле населения Твери? Так точно. Которые потом нам сообщаете. Да. То есть, вы в этом плане не... А откуда, кстати, вам Росстат в итоге? Конечно, данные статистики — это основные данные, на которые мы опираемся. И получив сведения в 2010 году, зная потом естественный прирост населения, какие-то миграционные процессы, мы арифметически высчитываем количество населения в данный момент. А вот эта перепись, она позволит все эти данные еще раз уточнить, скорректировать. Причем в этот раз данные будут обработаны гораздо быстрее в связи с цифровизацией массовых процессов. А с какое время быстрее? Ну, сравните, что взять бумажные листы и завести их в компьютер. Это еще какой штат операторов нужно было нанимать 10 лет назад для того, чтобы все это отцифровать информацию. А сейчас в режиме реального времени практически синхронизация идет у нас ежедневно. Мы в Росстат поставляем информацию по уже переписавшимся людям. То же самое с госуслуг. То есть до Нового года мы все узнаем? Да, конечно. Выводы, естественно, будут делаться не здесь и не сейчас специалистами. Ну что ж, спасибо вам большое, дорогие телезрители. У нас шла сегодня речь о всероссийской переписи, которая еще пока идет. Поэтому ждите переписчиков. Если к вам не пришли, вы можете через портал госуслуг переписаться. Если у вас какие-то проблемы с интернетом, с этим сайтом, вы можете прийти на пункты стационарной переписи. Это школы, это даже администрация, МФЦ. Опять-таки можно уточнить адреса и принимать часть переписи, чтобы Андрей Гаврилов стал доволен, что у нас 100% тверичан переписали, чтобы мы все получили полную информацию. Поэтому будьте сознательны. Спасибо большое, уважаемые гости. Была программа «Тема дня». Удачной вам переписи. Спасибо. 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 Спасибо.